Шел я сейчас, друзья, дворами и увидел вот это растение, такое вот неухоженное, с гнилушками, и рядом стоят два дворника и разговаривают, надо все-таки его порубить колюче, гнилья на нем много, такое оно неухоженное, вообще непонятно, зачем его посадили. Я говорю, а вы знаете, что это такое? А что? Да говорю, айва. А, да что ты говоришь, айва? Айва это дерево, мы знаем айву. Нет, говорю, это не таева, то дерево, которое вы знаете по латыни называется цидония, а это другая айва, айва японская низкая, или по той же латыни хиномелис. Замечательное, очень декоративное растение, цветет просто бесподобно, чуть попозже я покажу, как цветет хиномелис. Ну и вот такие вот на нем созревают плоды. Ну вот это, конечно, плоды сгнившие уже, но если бы вы их собрали, когда они еще хорошие, из них много чего можно приготовить. Ну в свежем виде вы, конечно, их не укусите, а они совершенно такие твердые, но у них уникальный такой айвовый запах, можно сделать варенье, можно сделать компоты, можно делать разные напитки с запахом айвы, а уж витамина С в нем больше, чем в лимоне. Ну а теперь я вам покажу цветочки. Вот как выглядит айва японская низкая. До чего же она красива, до чего привлекает внимание. Вот представьте, вот она распускается, и хочется рядом с ней присесть и любоваться. Кстати, ее можно и срезать. Я привожу иногда с дачи веточки, ставлю в вазы, получается очень красиво. А вот это вот айва созревшая. Видите, это вот такие вот небольшие яблочки, как я уже сказал, очень твердые, но из них можно много чего приготовить. Посмотрите, разные кулинарные рецепты. Айва вообще очень интересное растение, неприхотливое. То есть ухода за ним практически никакого. Ну там иногда подкормите, польете. Айву можно сажать как отдельными кустиками, так и делать такие вот низенькие заборчики. Как я уже сказал, она достаточно колючая. Кстати, ее плоды тоже очень декоративные и долго висят. Ну, наверное, поэтому-то их и не убрали в свое время. Зато уберу немножечко я. Зачем? Ну вот она, моя добыча гнилушечки айвы японской. Сейчас мы их раскурочим и достанем кое-что. Так, неприятная, конечно, работа. Что делать? Так, вот они. Вот они, семена. Вот они, их много здесь. Целая горсточка. Они очень похожи на семена яблони. Вот. Вот. Достаю. Вот они, видите, вот можно погруппнее их дать. Так зачем я набрал эти семена? Дело в том, что айва японская, низкая, одно из немногих плодовых растений, которое при посеве семенами сохраняет свои родительские качества. Поэтому сейте и получайте такие же растения. Кстати, они уже, эти семена, прошли естественную стратификацию. Так что, вот, набрали вы эти гнилушки, вынули семена, посеяли, и все, у вас будут прекрасные декоративные и витаминные растения. И вот эта горсть всего лишь с двух небольших яблочек айвы. Продолжение следует...